Оскар, спасибо тебе огромное за то, что ты пришел. Чуть падешь на музыку, да? Оскар, ты тут себе законспектировал все эти стартапы. Я думаю, что времени много ты будешь перечислять, что хорошо, что плохо. Давай ты выберешь один стартап, который тебе наиболее понравился, и что ты предложишь. Давай. В конце. А, нет, ты предложишь ты в конце. Давай про три проекта, которые тебе понравились. Вот три, наиболее понравившиеся. Больше мне всего понравился первый предприниматель, баянист, который выступал на баяне. Потому что он реально знает, что никаких инвестиций никогда не поднимет. Его жизнь зависит только от того, что он выкладывался. Он еще здесь баянист, он, наверное, на следующее выступление. Я удивился, что никто не отметил Navadent. Потому что Navadent, конечно, очень крутая бизнес-модель. Но, если честно, три. Мне понравилась Join Mamas. Join Mamas интересная идея, потому что представьте себе маму. Она утром сидит в паниклинике с мамами. Потом идет в школу и в WhatsApp группе переписывается с мамами. Весь день с мамами, а потом ты ей говоришь, установи себе приложение, где много мам. И ты можешь еще больше общаться с мамами. Мне кажется, это вообще супер идея. Все идеи, честно говоря, супер. Ребята, на самом деле, я был удивлен качеством проектов. Потому что даже два первых выступающих, они очень волновались. Потому что первые были. Первые два здесь. Потому что даже если вы волновались и плохо выступили, вы должны знать, что вы сделали общественное дело хорошее. Потому что люди на вас смотрят и думают, если он смог, я точно смогу. Как бы нету. Потому что наша задача просто мотивировать людей, стать предпринимателями. Чем хуже мы выглядим, тем лучше для предпринимательства. Но если смотрите, самый лучший проект, который я реально отметил, это Аптовкин. Единственная проблема у Аптовкина, что он сам еще не знает, он сам не знает, насколько это супер бизнес-модель. Иногда молодые предприниматели, когда что-то делают, не знают, как сильно они попали в точку. И делают какие-то непонятные бизнес-планы, 7 миллионов рублей. Ну вообще такой цифровой дистрибьютор товаров, кроссбордер, где можно делать до заказа, на чужие заказы и так далее. Это просто бизнес, который может быть 10-20 миллиард долларов. Ты просто про это еще не знаешь. Вопрос, кто сможет раскрыть твой мозг, ты сам или кто-то еще. Но я предлагаю что? Я предлагаю тебе, давай поужинаем, сделаем длинный ужин, попробуем раскрыть границы сознания. Мне очень интересен этот проект, так что давай. В принципе, еще, кстати, думаю, что бит-клуб, его никто не отметил, ну потому что, я думаю, это такой проект, никто его не понимает, а потом этого человека мы видим в Forbes. Да, как бы, это такой, один из этих случаев. Ну, Z9, Z9, у меня вот был сайт знакомств, Тиамо, и мы в конце, мы потом получили 5000 свадьб, случились из-за этого сайта, 5000 людей женились. Я думаю, Z9 будет та компания, 5000 человек в месяц попадают в аварию. Благодаря этому проекту, потому что увидели на скорость 150 именно ту карту, которую надо было поймать. Так что молодец, улучшаешь мир. Nova Towers понравился как проект, конечно. Классная бизнес-модель. Ну, в целом, ребята, еще, кстати, очень понравилось действительно Tag Rooms. Tag Rooms, реально, смотри, человек, который может просто выступить перед инвесторами, ничего не сказать про деньги вообще, да, это уже круто, да, просто вообще не сказал ничего. Но, вот если честно говорить, тогда думаю, что вот такие сообщества, которые формируются в тот момент, когда они тебе нужны, это очень крутая вещь, потому что тебе то сообщество, если у тебя, например, там, не знаю, не дай бог, кто-то заболел в семье, тебе нужны люди, у которых была, ну, такая же болезнь. Там не только wakeboard и крутые вещи, там, если ты еще хуже, там, строишь дачу, например, да, тебе надо, чтобы другие люди, которые прямо сейчас строят дачу, за это такие он-демант сообщества, это просто, я думаю, что это решает очень многие проблемы в жизни, из-за этого у тебя очень крутой общественный, для общества такой, очень крутой проект, мне очень нравится, я думаю, готов с тобой тоже, тоже поужинать. Давайте поужинать. Давайте. Обычно, с кем я ужинаю, там обычно инвестирую туда, куда смотрю, как говорится. Вот, ну, спасибо, ребята, да, там, молодцы, выкладывались по полной, это реально нелегко, так что круто. Я, кстати, скажу, друзья, вот, вот, только честно, вот если вам нравится стартап-шоу, как оно идет, или как мы вообще организовываем, жизненький аплодисмент, если мне нравится, и громкий, если нравится. А теперь я открою вам секрет. Стартап-шоу – это стартап. Причем это медийный стартап, уже продолжительностью полтора года, скоро два года. Мы не делаем никаких бизнес-моделей. Ну, вы все вошли, да, по-моему, там, и что-то там оставили у нас где-то. У нас, вы видите, регулярно разные партнеры есть. Мы ничего не показываем, ничего не рассказываем, кроме одного. Мы делаем шоу, и каждый раз, вы видите, полный зал. Мы не откажемся от якорного инвестора, позволящегося нам, в общем-то, смештабироваться на всю страну, а может, и на мир. Обращаюсь ко всем сразу, и Оскар, разумеется, к тебе. Вот. Спасибо. Следовательно. Переходим к тому сам блогу, когда я буду тебя немножко мучить. Вот расскажи, пожалуйста, я вчера включаю телек, там такая тетя стоит и говорит, ну так что-то машина, дочка, CarPrice. Вообще, что это такое? Вот что это? Я вот не понял. Туда старые машины привозят, что ли? Или там новые дают? Вот можешь, что это такое вообще? Ну, CarPrice – это результат моей поездки в Америку. Я жил в Лос-Анджелесе и думал, что же делать дальше в своей жизни, когда я продал две компании за две недели. Так случился такой кризис среднего предпринимательского возраста. Что делать дальше? Жил в Америке, там действительно хотел обернуться в Россию, делать бизнес в России. Думал, какой бизнес можно строить, когда падает экономика, очевидно. И выявился вот сегмент поддержанных машин. И в этом сегменте я начал изучать. И бывают такие, знаете, когда есть бизнесы, которые видят все. Макдональдс, там, не знаю, то, что мы видим, музыка, там, хип-хоп и так далее, Soho Rooms. А есть бизнесы, которые такие скрытые чемпионы. Никто их не знает, что они даже существуют. Но они очень крупные. Например, один из таких бизнесов – это Манхайм. В Америке бизнес Манхайм – это карпрайс Америки. Это бизнес, который делает 50 миллиард долларов оборот. 50 миллиард долларов. И в России этого бизнеса не было. И просто когда, например, ты применяешь какую-то бизнес-модель к России, например, если она в Америке делает, например, 5 миллиард, ты думаешь, ну в России может быть все по-другому, будет в 20 раз меньше или в 40 раз меньше. Но если у тебя бизнес-модель, которая делает 50 миллиард, даже если она будет в 40 раз меньше, это все равно очень круто. Соответственно, вот такой был стимул. И по сути, карпрайс – это оптовый поставщик поддержанных машин для всех, кто занимается. Вот сегодня был проект по торгуемой машиной. Где он? По торгуемой машиной. Им нужно машины покупать, они могут покупать машины у нас. А для потребителей это просто самый простой способ избавиться от машины, даже если она имеет 36 повреждений, и ты не можешь ее продать через объявление. Я понимаю, Иван ушел искать микрофон. К машинам? Какие машины? Давай, Иван, ты должен мне задавать смешные вопросы. Или у тебя кончился уже материал? Нет. Стартап-продюсерский центр Ивана Алехина, так сказать, приглашает в коллаборацию Оскара Хартмана. А я скажу, знаете, как мы с Оскаром договорились? Это реально правдивая история. Сейчас скажу, а ты поправь, если я что-то не так сказал. Я знаю разным товарищем. Все говорят, я знаю Оскара, я знаю Оскара. А мы с ним как бы знакомы. Один раз видели, что в Фейсбуке есть. И вроде как оттуда к нему захожу, отсюда к нему захожу, вот так захожу. А потом еду такой в Фейсбуке, жму кнопку «Звонок». Прямо в Фейсбуке. А он такой, ну что ты меня решил здесь достать? Так же было? Я говорю, слушай, там то да и сё, как бы шоу, хочу тебя супергостем. Он такой, а тебе зачем это нужно? Это бизнес или общественная нагрузка? Я такой, ну общественная нагрузка. Ну он говорит, а в чем фишка-то? Я говорю, да вот надоел мне комедий-клаб, говорю, и дом 2. Сколько можно тупость смотреть? Он такой, я вас готов поддержать. Так? Да, вот так. Не, на самом деле, если думать про развитие предпринимательства, как сделать, чтобы больше людей шли, делали свои проекты, реализовали. Это единственное, на самом деле, нужен такой проект России. Действительно. И твоя задача сейчас, чтобы выйти на федеральный канал, правильно? Да. Как ты это сделаешь? Легко. Потому что я вижу, люди не любят деньги обсуждать публично. Сколько процентов дашь? Мы это отдельно обсудим. Что там обсуждать, пожалуйста. В Америке они прям все открытую бросают, там сразу договариваются. Ты видел? Да. Сейчас микрофон. Ух ты, два микрофона. Раз. Ну это стартап шоу. Здесь и три микрофона, может быть и четыре. Как мы выйдем на первый канал? Не поверишь. Я господина Шувалова, господина Шувалова через фри забрасываю письмами. Господин Шувалов, вы же ведь сказали, что общались с господином Эрнстом на предмет того, что у тебя, Эрнст, есть же проект «Голос», а что ты то же самое, только про технологии стартапа не делаешь, про малое и среднее предпринимательство. Так мы пишем письма, что это мы. И на самом деле с каждым таким мероприятием, с твоим присутствием, кстати, следующий в мае будет Давид Ян, будет. И вот с каждым таким супергостем мы потихоньку, по шажочку, ближе, ближе, ближе к первой или второй кнопке. Ты все-таки из 90-х, да, через ресурсы заходишь большие. Ну, конечно. Тебе надо через народ, через народ. У меня продолжение к народу. Народ, если у вас есть выходы на господина Эрнста, на господина Киселева, я не знаю, вы его племянник, родственник, дочка, любовник, любовник и так далее, но вы в доле. Я же из 90-х, вы в доле, собственно говоря. Поэтому давайте сделать нам хорошо, и мы вам тем же ответим. Только единственное смотри, чтобы реально был эффект твоей передачи. Люди, когда смотрят, должны видеть самого себя. У тебя все стартаперы такие московские жесткие мужчины, и одна девушка была очень профессиональная, да. Надо диверсификацию поднимать, должен быть один предприниматель, пенсионер. Должен быть один предприниматель, иммигрант. Я, например. Один черный, да. Один черный. Один мексиканец. Обязательно. Черный мексиканец. Пенсионер. На самом деле, это скажу небольшую историю всем, кто присутствует, кто не знает. Мы начали создавать общественную организацию, она называется Инновационная Россия. Все началось с того, что домен Russian Innovation, Russian Innovations и Инновационная Россия и .RF оказались свободны, никому не нужны. Я их зарегистрировал. И вот на сегодняшний день у нас порядка уже 40 человек. Кто входит в Инновационную Россию? Есть кто-нибудь тут? Где наш Dream Team тут? В общем, есть тут наш Dream Team где-то. Уже, наверное, не все. Но не суть. В общем, и мы подумали о том, что со стартап-шоу ехать по стране не вариант. А вот с гик-шоу, где я и Дмитрий Потапенко, например, я также тебя приглашаю к нам присоединиться. Где мы с Димой поедем по, в общем-то, городам. И там вот также в клубах будем отбирать реально прикольные, интересные стартапы. Вытаскивать их в Москву. А так как стартап-шоу с октября начинает что, и в Дубае выходить? И получается у нас один раз в Москве, а на следующей неделе, грубо говоря, в Дубае. Только Дубайская это международная история. Мы там ориентированы больше не на российский стартап, а на международный. То в этом случае у них совершенно как бы нормальная карьерная история. То есть взяли с регионов Москву, а лучших в Дубае привезли. Круто? Вы будете как настоящие продюсеры, да? Ну так я говорю, что мы какие-то продюсеры уже стали. Ездить по регионам, обещать красивую жизнь в Москве. Чос. Делаем чос по стране. Раскрывать таланты, да? Да, да, да. Девушки на ресепшене, я думаю, вы очень талантливая предпринимательница. Приезжайте в Москву. Да. Мы вас пропродюсируем. Да. Так и есть. Причем мы скажем, что, так сказать, одним из наших экспертов является Оскар Хартман непосредственно. А он любит социальные проекты. А это подписка? Конечно. Я думал, это одноразовая штука. Нет, ты что? Ты же поставил лайк и субскрайб, поэтому все. Это как Ямба было раньше, да? Да, да, да. Так, ну, я так и не понял, что как карпрайс-то в итоге, что там делают? А мне не надо рекламировать мои компании. Да я не... Нет, я... А не так все хорошо. Нет, я реально понять хочу, что... В чем там фишка? У меня машина старая есть. А ты не поймешь. Нет, ну как, у меня есть старая машина, мне что с ней сделать? Тебе нужно прийти в карпрайс или как? Да, приезжаешь в карпрайс. И ты мне деньги даешь за нее? Да, через час. Все. А ты машину куда делаешь? У нас аукцион делает там в среднем 75 ставок на одну машину. И потом просто самая большая ставка выиграла машину. А мы чисто маркетплейс. Я понял. Мы как бы сами не покупаем машины. Мы на твоей стороне, мы с тобой. Все, у меня есть? Против всех. Я согласен. Мы с тобой против всех. Я согласен. Так, друзья, вопрос к Оскару Хартману. Какие? Давайте. Кто руку поднял, тот и главный. Самый мощный вопрос. Выиграет ужин со мной. Да. И с Иваном. Давайте. Пять вопросов. Самый крутой. Ужин с нами. Давай. Первый вопрос. Сколько вы сегодня выпили? Ноль. Потому что у меня сейчас самолет. Да, кстати, он отсюда летит на самолет. Второй вопрос. Вообще пить это плохо. Вижу руку. Я, кстати, тоже не пью с 90-х. Что, по вашему мнению, будет происходить с посредниками, которые отваливаются на оптовике, или как она там компания называется, в ближайшие 3-5 лет? Куда они переквалифицируются? Они все станут продюсерами. Продюсерами стартапов. То есть ты хочешь сказать, что я отвалившийся оптовик, что ли? Да. Да, конечно. Не, ну действительно, если ваша бизнес-модель, вот такие люди, они умирают массово. Да, это просто массовая смерть. Так, третий вопрос. Оскар, какие элементы игровой механики и геймификации вы используете в ваших бизнесах? Ну, например, КупиВип – это игровая механика, купить Диор со скидкой 70%. Она очень круто работает. Когда мы запустили КупиВип, у нас половина сайта была на немецком языке, потому что мы не успели все до лаунша перевести. И средняя загрузка страницы была там 17 или 18 секунд. Но когда мы поставили Диор очки со скидкой 70%, мы все равно приняли 30 заказов за первый день работы. И я понял, что это супер бизнес-модель, самая лучшая игровая механика в истории. На самом деле весь шоппинг – это тоже игра. Если вы думаете, что шоппинг – это рациональная вещь, это не так, да, соответственно. У меня доллары магазины, где все стоит там 30 рублей, 20 рублей, 10 рублей и так далее. Никакой рациональности в поведении женского шоппинга, к сожалению, не найдено. Из-за этого аналитики, к сожалению, аналитики не могут быть предпринимателями часто, потому что они исходят из того, что мир рациональный. Кстати, все мои бизнесы работают на женщин, все. Из-за этого я вообще сейчас убежден, что надо только единственный… Самая лучшая бизнес-модель – это удовлетворять женщин массово, миллион плюс. Но даже я занимаюсь 10 лет женщинами, до сих пор тяжело понять. В опросах они говорят одно – опросы вообще бессмысленная вещь, да, бессмысленная. Что в практике полностью все по-другому. Вы знаете анекдот про это? Мужик поймал рыбку, говорит, ну, богатый мужик, она говорит, у тебя желание. Он говорит, у меня все есть, у меня нет желания. Она говорит, ну, закажи что-нибудь хотя бы. Он говорит, ну, ладно, у меня дом в Майами, я ненавижу летать, построи мне мост из Москвы до Майами. Рыбка ушла на 20 минут, вернулась, говорит, слушай, я посоветовалась со всеми инженерами, с богом, со всеми. В общем, ну, невозможно построить мост физически от Москвы до Майами. Закажи что-нибудь другое. Он говорит, ну, в принципе, я вот иногда вот думаю, вот, почему моя жена делает что-нибудь, я вообще не понимаю, почему она это сделала. И в целом и женщины, я хочу понимать, почему женщины делают то, что они делают. Рыбка опять ушла, 20 минут позже возвращается, говорит, тебе мост в три полосы или в четыре? Четвертый вопрос. Оскар, у меня клуб «Хочу замуж», 350 тысяч женщин. И я провожу тренинги «Замуж за миллионера». Ужас. И вопрос такой, какая женщина нужна успешному мужчине? Я смотрела ваше выступление на синергию, у вас было самое интересное выступление, самое трогательное такое. Но я уловила, что вы считаете, что место женщины на кухне. Но это просто вот женщина дома, мужчина приносит мамонта. Может быть, это мои какие-то практики? Я абсолютно стереотипно русский мужик. Да, то есть патриархальная семья, женщина воспитывает детей. Да нет, конечно. Это на самом деле, это только, на самом деле же это не так. Кто здесь считает, что это в России так? А кто считает, что женщины рулят всем? А кто в Москве стоит по пледы вообще? Если там, смотрите, любой бизнес, который у меня есть, у меня много бизнесов, 70% оборота женщины. У меня уже друг даже делает, он устанавливает в Германии солярные панели на домах. Я говорю, кто у тебя клиент? Он говорит, 80% женщины. А самый, знаете, самый мощный клиент – это женщина 35 лет с айфоном. Это просто, в любой базе данных это просто. Из-за этого, конечно, если у женщин 70% денег, плюс женщин в России больше, чем мужчин, большинство, у них контрольный пакет. Значит, никакого патриархиата нет. Но с точки зрения бизнес-модели, вообще невыгодная переговорная позиция, если девушка заходит изначально с позиции «я хочу замуж». Соответственно, надо сделать клуб, типа «ты мне не нужен» или что-нибудь такое. Класс. «Мне никто не нужен». Я думаю, просто мужчины хотят всегда высоковисящие фрукты, челлендж, челлендж, быть самой желаемой добычей, вот такая цель. Все нормально. Очень русские женщины молодцы, так что у вас простая работа. Кстати, ваша бизнес-модель только в России работает, потому что только в России могут суперкрасивые женщины комплексовать. В Америке меня не поняли. Оскар, все-таки, пожалуйста, три качества назовите. Вот какая женщина заинтересует успешного мужчину? Та, которая поверит, я не знаю, поверит в него. Муза. До того, как он успешный. Потому что когда ты уже успешный, сейчас мне очень легко с девушкой. Естественно. Сейчас тяжело отказываться, наоборот. Ну, мне это не интересно. Это не интересно. Таня, она поверила в меня, когда у меня не было ничего. Я был просто студентом, жил на стипендию. У меня стипендия была там 200 долларов в месяц. Мне кажется, это красивая история. Просто вера, любовь, надежность, эмоциональная стабильность. Оскар, ну как же быть, если девушка хочет уже успешного мужчину? И как она его может покорить? Я не эксперт, у меня только один опыт. Спасибо огромное. Ну, вообще, парадоксальная ситуация, правда? Вот девушка хочет успешного мужчину. А вот как оценить успех-то вообще можно? Ну, там, в количестве запятых, например. Знаешь, как вот ко всей для прикола, да? Прощай, клуб трех запятых. Ну, то есть, ты нуля, запятая, запятая. Прощай, клуб. То есть, как успешность-то, там, количество детей, не знаю, количество кризисов в стране. И как человек из них вылез с этих кризисов. То, что все, там, не знаю, ему 64, а он еще жив. Если средняя, там, смертность в стране 64 года. То есть, вот, как успешность-то оценить? Или это просто мужик с деньгами? С квартирой, машиной, дубленкой? Ну, грубо говоря. Ну, вот, странно. А вот если она хочет, а вот если наоборот. Вот мужчина хочет вот успешную женщину. Да, у меня все есть, успокойся. Так, пятый вопрос. Пятый вопрос. Наши стратегии для женщин не работают, потому что я… Конечно, не работают. Моя стратегия была очень простая. Я очень рано понял, что я не самый красивый. Из-за этого я решил быть самым активным. И количество переходит в качество. Это гарантия, да, соответственно. Мы, когда раньше ходили в клубы, я ознакомился с каждой девушкой. А потом первая отказывала, когда я уже потом подходил к 30-й, она думала, может быть, зря отказывала. Там какие-то работают законы странные, да. У меня была очень низкая конверсия, но за счет очень больших цифр. Очень больших. Я действительно, я просто в активности, я пережал в сто раз. Из-за этого даже мой самый красивый друг, он не имел шансов против меня, потому что количество. Но потом самое интересное, ребята, я вам расскажу самую интересную вещь про конверсию. Для бизнеса, кстати, полезно. Есть, оказывается, отложенная конверсия. Ты, например, знакомишься, 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 получаешь отказы, 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 отказы. У тебя уверенность в себе не падает, потому что ты умеешь ее контролировать, да. А потом через 3 месяца часть из старых кухорт возвращается. Они возвращаются. Это такой удивительный факт. Оскар, как насчет фрода? Фрод в этой статистике. Да, это, кстати, большая проблема. Мне 17 раз голову зашивали. Ни хрена себе. Слушай, а вот тема фейк. Значит, фрод фейк. На фейк и не попадал. Слава Богу. Пятый вопрос. Там парень, он вдруг... Я чувствую, что будет больней, что тебе этот вопрос. Оскар, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, есть ли что-то, чего вы боитесь сейчас? Ну вот вообще на данном этапе жизни. Иногда, когда, знаешь, очень хорошо все, появляется такой страх, что так хорошо не может быть, может быть, да. Но на самом деле, я не знаю, страх для меня... Я научился очень рано страх просто ловить и на него смотреть со стороны, потому что почти любой страх – это абстракция какая-то, какие-то фантазии в голове, которые мы себе придумали, что будет, если, или так далее. Но мне, не знаю, как бы, мне не страшно. Я не знаю, меня не бесстрашный человек. Я действительно беру большие риски на себя, иду вперед. Например, то, что мне точно не страшно, это что я создам какой-то бизнес, который не пойдет. Потому что все самое лучшее, что у меня было в моей жизни, было результатом каких-то больших болей, которые я испытал в каких-то, да, из-за этого. По-другому не бывает, да, соответственно, только боль приводит к большим успехам. Только так. Это я просто убежден в этом, из-за этого я у меня... Мне не страшно вот неудачный бизнес, мне вообще без разницы. Наверное, страх только смерти. У кого здесь есть страх смерти? Так, шестой вопрос. Так, шестой вопрос. Оскар, добрый вечер. Сегодня было много... Мы видели много стартапов, связанных с информационными технологиями, интернетом. У меня дело в сфере проектирования, ну, с дальнейшим взглядом на строительство зданий. Это такой достаточно уже, ну, устоявшийся, что ли, бизнес. То есть огромная конкуренция. Просто бизнес, просто кеш. Да. Просто кеш. Вот подскажи мне какую-нибудь новую интересную идею, каким образом я смогу повысить свои обороты финансовые. Хорошо. Возьми весь строительный рынок. Весь строительный рынок в России 6 триллиона рублей в год. Это гигантский рынок. При этом это единственный рынок, в котором все участники недовольны. Все. Я не знаю ни одного человека, который сделал ремонт и остался довольным, да, соответственно. Или который построил дом и сказал, все было супер, и в срок, и стоило столько, да. У меня была подруга, она говорит, у меня нет проблем с ремонтом, у меня лучшая подруга всю жизнь уже ремонты делает. Теперь они больше не подруги. 6 месяцев спустя. Из-за этого возьми весь этот рынок ремонта и сделай технологию, которая объединяет всех так, чтобы все были удовлетворены. Вот. Спасибо, друзья, за вопросы. Оскар. Мне понравился вопрос про страх, потому что это самый скрытый игрок, которого все игнорируют. Ну да. Даже тебе страшно иногда. Да я вообще очкурую постоянно. Да я регулярно. Ты, наверное, боишься, что твоя история просто станет такой чисто нишевой Сохо Румс, да? Нет. Сохо придется. Я боюсь высоты. Дальше Сохо Румс ты не уйдешь. Нет, я боюсь высоты. Нет, это я знаю, куда уйду. Я боюсь высоты, например. Нет, серьезно. Вот выше третьего этажа не предлагать вообще даже подниматься пешком. Я вот реально. То есть у меня начинается панический шок. То есть у меня в панику вгоняется. Так что парень молодец. Так что парень молодец. Хороший вопрос. Надо всегда задавать самому, чего ты боишься. Давай, представься и так далее. Всем добрый вечер. Меня зовут Ваге. Это мое имя. Четыре буквы. В, А, Г, Э. Вот, собственно говоря, да. Поэтому ты стал предпринимателем. С таким именем? Наверное. Я не знал русский язык. Из-за этого никто. Я приехал в Россию. Никто меня на работу не берет. Потому что я по-русски не говорил тогда еще. А там было условие. Надо знать русский язык. Из-за этого пришлось свой делать. Так что... Чего ты боишься, расскажи. С девушками знакомиться боишься? Нет, с девушками не боюсь знакомиться. Продемонстрируй. С кем? С любой? Вот, в красной шапочке это хороший знак обычно. Давай, давай. Привет. Давай начнем новое шоу. Девушки у нас есть успешные. Мужчин успешных мы соберем. Меня зовут Абуля Лагеджи Фью. Супорадь Йонвефа Мохаммед Исхафани. Ибн Хаттаб Антар Салид. Очень симпатично. Молодец. Все остальное offline. Подожди, подойду. Молодец, давай. Напиши мне. Не, куда? Я потом здесь. На. Друзья, ну что, поблагодарим Оскара Хартмана за то, что он приехал сегодня на стартап-шоу. Я надеюсь, тебе хоть чуть-чуть, но понравилось. Как мы тут все организовали, весело провели. Я обожаю. Это мой хобби. Я когда в отпуске, я читаю разные бизнес-модели, питчи. Мне это просто, это большое удовольствие слушать людей, которые, ну, они сделали, поставили фишки своей жизни на собственное дело, на себя. И они на сцене выступают, волнуются. Из-за этого молодцы большие. Вот Колибри, кстати, Колибри. Здесь еще, да? Колибри. Нет, не Колибри. Я просто перепутал, я думал Колибри. Колибри – самая большая несовместимость основателей названия, мне кажется. Колибри? Да, Колибри. А Колибри вот стоит. Мне кажется, надо аллигатор назвать или что-нибудь. Нормально? Ладно, ребята, спасибо большое вам, что внимательно слушали. Начинается тусовка. На одну секунду. Я разъясню чуть-чуть, почему Колибри. Колибри из-за отряда Колибри образных, единственный в своем роде, он очень быстрый, очень точен и трудолюбив. Берет из жизни, в буквальном смысле, самый цимус. Молодец. Нектар. Именно потому я и так назвал. Я думаю, что, наверное, возможно, у вас есть предложение получше. Но 6 миллионов ты искал, да? 7 миллионов. Нет, нет, нет. Я не искал. Ладить деньги есть. Ладить деньги есть. Серьезно. Я не за деньгами сюда пришел. Я только из-за того, что Иван мне показал вот эту возможность, я решил таким образом людям показать, что это можно. А деньги-то зарабатываются, они есть. И люди работают. Молодец. Молодец. Давай. А мы должны стартап-шоу сделать просто федеральным. Это общественная наша задача. Вы поняли, друзья? Мы все должны сделать шоу, сделать федеральным. Поэтому я буду рад любой коллаборации. Чтобы я стал богатым. Да. И все работать, чтобы ты стал богатым. Да. Сделай, чтобы я стал богатым наконец-то уже. А то сколько можно тут шоу вести? Правильно? Спасибо тебе, Оскар, огромное. Мы не заканчиваем. Мы продолжаем. И вы не поверите, кто сейчас выйдет на эту сцену. Продолжение следует.